Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема». Я Александр Иванчиков. Сегодня гость нашей студии, кандидат экономических наук, директор представительства регионального финансово-экономического института Евгений Меньшиков. Добрый день, Евгений Иванович! На прошлой неделе, в конце недели, завершился Петербургский международный экономический форум. Один из самых крупных экономических форумов России. Вновь делегация Бурятии его посетила. Глава республики Алексей Цыденов уже третий год подряд этот форум посещает. Как он сам говорил, это довольно важное мероприятие. Ну и вот хотелось бы вместе с вами сегодня обсудить итоги этого форума, итоги тех соглашений, которые были подписаны. Что это за соглашения? Может быть, даже где-то расшифровать и перевести на простой русский язык эти соглашения. Но вот одно из первых, это соглашение, подписанное с «Газпром СПГ-технологии», с «Обществом с ограниченной ответственностью». И эта компания предлагает использовать жиженый газ для котельных республики Бурятия. Что за этим стоит? Почему это важно? И реализуемо ли это? Это реализуемо. Ну, это затратно, конечно, для нашей пока дотационной экономики в Бурятии. Жиженый газ – это экологическое топливо, оно достаточно дешевле обходится, чем уголь. Поэтому за этим вообще перспектива развития всей нашей экономики, не только в Бурятии, но и во всех других регионах Российской Федерации. Я думаю, что это такой вот заход, наверное, первый «Газпрома» в Бурятию. Будем надеяться, что о том, о чем говорили еще при Ноговицине, при Потапове, новый глава все-таки это доведет до конца. И начнет, значит, с нашего Севербайкальска, нового «Аяна», «Токсимо», «Газификацию» республики Бурятия. Как это может быть реализовано? То есть, в любом случае, газ жиженый, его нужно будет доставлять как-то, хотя сейчас туда доставляют уголь, я думаю, позже допустим. Ну, жиженый газ может доставляться как, допустим, спецмашинами, так и трубопроводом с Кавыктинского месторождения. Вот, поэтому, как бы, была бы, значит, политическая воля, да, экономическая поддержка со стороны руководства Республики Бурятия, федерального руководства, правительства Российской Федерации, ну и, наконец, нашего президента страны. А идея, прозвучавшая чуть ранее, чем сам Международный форум, о том, что неплохо было бы все котельные республики Бурятия так или иначе перевести на природный газ, как вы ее оцениваете с точки зрения экономики? Ну, это большая была бы экономия, вообще, для нашей экономики, да, это и для потребителей, значит, тарифы могли бы стабилизироваться и даже понизиться, если тут будет еще управляющая компания, как бы, на должном уровне работать у нас, да, вот, за этим будущее, это же экологическое топливо, газ, вот, это сокращение затраты для наших предприятий, для потребителей, в общем, для всей экономики, для всех секторов экономики. Но, опять же, разово взять и перевести котельные на другой вид топлива, это довольно затратно. Затратно, но это надо постепенно делать. Какой срок окупаемости может быть у этих проектов? Хотя бы примерный. Ну, примерный, но я думаю, что где-то, наверное, 5-10 лет, вот, окупаемость. Ну, это сразу всю республику не переведешь на жиженный газ. Это затратно, потому что у нас, видите, территория большая, да, население маленькое, можно сказать, да. Вот, то есть тут эффективность для экономики перевода достаточно затратна. Вот, поэтому, как бы, надо всего, все равно с чего-то начинать. Правильно, что начинают с Северо-Байкальска, Нового Аяна и Токсимо, вот, с нашего севера. Вот, потому что, действительно, там жиженный газ очень необходим. Там были большие проблемы, помните, в конце 2017 года с углем. Вот, люди сидели, больше 10 градусов температура в квартирах не поднималась. К другому соглашению предлагаю перейти. Соглашение с Банком Открытия. Я вот здесь даже процитирую пресс-релиз сайта правительства. Соглашение с Банком Открытия о реализации инвестиционных проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, привлечение российских и иностранных частных инвестиций в экономику республики, развитие инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов Бурятии. Я вас попрошу расшифровать, это довольно такой скупой чиновничий язык, для чего нам подписывать соглашение с банками. Потому что у нас банки и так работают в регионе, в принципе, это частный бизнес, они заходят, открывают свою сеть здесь и начинают работу. Для чего нужно подписывать отдельные соглашения с банками? Ну, я думаю, что глава здесь хочет каких-то привилегированных условий со стороны этого банка по кредитованию наших предпринимателей, малого и среднего бизнеса, наших предприятий. Тем более, как бы Банк Открытия в последнее время очень себя хорошо показывает, достаточно такой универсальный банк, который настроен на действительно поддержку развития малого и среднего бизнеса и на кредитование предприятий. Перевооружение наших предприятий, модернизацию предприятий. Поэтому, возможно, с приходом открытия на такой основе, как соглашение с правительством Республики Бурятия, ставки по кредитам для малого бизнеса будут ниже. В то же время они будут пользоваться своими связями на мировом банковском рынке. Они будут привлекать дешевые сюда кредиты для наших предприятий и стимулировать привлечение иностранных инвестиций в Бурятию. Для чего нужны инвестиции в регион? Ну, своих оборотных средств у многих наших предприятий не хватает. Вот, сами понимаете, сейчас падение спроса потребительского, много других экономических проблем в стране и в Бурятии. Поэтому без иностранных инвестиций просто нельзя. Это как бы основной инструмент развития любой рыночной экономики, если она хочет быть эффективной и высокоразвитой. Чем инвестиции отличаются от кредита? Ну, как кредит дает банк под процент. А инвестиции бывают прямые, частные инвестиции. Поэтому инвестиции – это вложение в ценные бумаги. Заходит, допустим, инвестор, да? Заходит в ценные бумаги. Прямые инвестиции, косвенные инвестиции. То есть кредит это всегда под процент дает банк. Ну, опять же, инвестор, заходя в республику, он должен быть уверен, либо хочет быть уверен в том, что его инвестиции рано или поздно отобьются. Как ему это уверенность дать? Ну, бизнес – это всегда риск. Конечно, надо создавать максимальные условия в регионе для инвесторов, чтобы инвестор чувствовал себя свободно, безопасно перед административными какими-то барьерами. Чтобы экономика была стабильна, курс валюты национальной был стабилен. Чтобы был потребительский спрос, над этим надо, кстати, очень нашим руководителям работать, над потребительским спросом, который, к сожалению, в последнее время у нас очень сильно падает. Что значит работать над потребительским спросом? Ну, падение потребительского спроса, от этого и не будет покупательной способности в регионе, и инвестиции будут и дольше отбиваться. Ну, посмотрите, на бытовом уровне я вижу потребительский спрос примерно как, то есть есть деньги у населения, оно идет и покупает, и куда-то их тратит, нет денег – не идет. Соответственно, что значит работать над потребительским спросом, если у населения просто нет денег? Ну, надо развивать экономику, значит, делать ее более конкурентоспособной. К сожалению, в последнее время у нас госмонополизация очень сильно набирает обороты в стране. Вот это, конечно, идет не от региональной власти, а в большей степени от федеральной власти. Я считаю, что это большой тормоз для нашей экономики. Надо обратно возвращаться к конкуренции. Потому что конкуренция, она будет и привлекать инвестиции, и внутренние, и иностранные инвестиции, и приведет все-таки к повышению постепенного потребительского спроса. Третье соглашение, которое было подписано в рамках Петербургского международного форума – это соглашение о сотрудничестве с аудиторской сетью КПМГ. Компания планирует реализацию совместных программ, проектов, мероприятий в области улучшения инвестиционного климата. Собственно говоря, то, о чем мы говорили. Реализацию инвестпроектов и развитие механизмов поддержки инвесторов. Прежде чем мы перейдем к обсуждению этого соглашения, какие сейчас есть поддержки инвесторов Республики Бурятия? Какие действуют? Программ много на уровне правительства Республики Бурятия. И они, в принципе, сейчас начинают работать. Это чувствуется. Корейцы заинтересовались нашим Байкалом. Пришла группа Геогрупп наконец-то в Байкальскую гавань. Это такие механизмы, которые идут от правительства. Это понижение административных каких-то нагрузок на инвесторов. Чтобы всякие административные, эти бюрократические проволочки, которые раньше у нас сталкивались многие инвесторы, они потихонечку у нас уходят из экономики. В принципе, это все на уровне налоговой базы меняется у нас. Хотя, опять же, и Геогрупп – это довольно крупный игрок на рынке. Для мелкого бизнеса, для среднего бизнеса что-то у нас делается? Какие-то есть механизмы поддержки? Для малого и среднего бизнеса есть механизмы поддержки, но я считаю, что они сейчас недостаточно эффективны. Я еще при Наговицыне предлагал программу по развитию малого и среднего бизнеса именно для начинающих предприятий. Достаточно простая программа, она действует в развитых странах в Европе. Когда государство создает фонд и беспроцентно кредитует новые, созданные с нуля предприятия, семейные, именно семейные предприятия. Допустим, небольшая сумма 500 тысяч каждой семье в Бурятии на развитие малого бизнеса. Беспроцентный кредит на 10 лет, который они в течение 10 лет должны отдать. Деньги обратно в фонд возвращаются и идут новым потребителям этой поддержки. Что значит «каждая семья»? То есть независимо от того, умеешь ты заниматься бизнесом, не умеешь, хочешь, не хочешь, вот тебе 500 тысяч через 10 лет вернее. Нет, человек должен хотеть заниматься бизнесом. Значит, приходит, если он никогда не пользовался никакой поддержкой на малый и средний бизнес. Потому что зачем поддерживать тех, которые, в принципе, уже развились? Для них есть другой уровень поддержки. А это вот именно с нуля поднимать малый бизнес. Ведь многие же люди сейчас уезжают из Бурятии, к сожалению. Надо как-то останавливать вот эту миграцию в другие регионы. Вот это могло бы стать именно таким тормозом на пути миграции и возвращения обратно к нам в республику нашего населения из других регионов, которое уехало. Ну, опять же, несколько недель уже назад, в начале июня, на вашем месте сидел Сергей Рыбальченко, член Общественной палаты России. Он говорил, что миграция из регионов – это нормальная история, и особо там ее ничем не остановишь, не изменишь. Он говорит, что инвестициями в бизнес можно изменить эту ситуацию. Ну, как, это нормально, но надо смотреть статистику, на 5-10% за последние 5 лет уменьшилось население. То есть, миграция – это хорошо, что приезжают, уезжают, да, но когда такая общая тенденция, что люди уезжают. Нет, он не говорил о том, что это плохо или хорошо сама по себе миграция, но то, что ее не остановить практически, и она есть во всех субъектах Российской Федерации замечена, ну, это как бы такой независящий ни от чего практический процесс. Хорошо, по поводу самого соглашения. Что может сделать компания КПМГ вот в рамках соглашения с Республикой Бурятии? То есть, известно ли вам об этой компании что-то? Мне об этой компании как бы неизвестно, да, ну, аудиторская как бы компания – это же тоже стержень инвестиций всегда, как бы, инвестор должен быть уверен в партнерах, вот, и она может выслужить гарантом для многих инвесторов. То есть, когда инвестор заходит в любой регион, он смотрит на некие отчеты, показатели, статистику. Хорошо, общий вопрос, для чего нужны вот эти форумы, и почему участие в форумах, оно важно для регионов? Ну, это один из ведущих, самый ведущий форум международного уровня у нас в стране. В таких форумах надо, естественно, участвовать, и глава правильно говорит, что он должен быть в теме. Вот, там заключается соглашение, достаточно много соглашений заключается. В этом году там больше 19 тысяч участников на форуме, вот, причем очень много американских, именно американских компаний. Это говорит о том, что, в принципе, даже несмотря на санкции, американцы хотят и будут работать с российской экономикой. Ну, и, конечно, наши партнеры китайцы, то есть, это вот основные компании. Вот, очень много соглашений заключено в области, значит, цифровой экономики, искусственного интеллекта. Вот, это, в такой форум он определяет ориентир, куда нам дальше идти, чтобы у нас было устойчивое развитие экономики. Ну, вы наверняка отслеживаете, так или иначе, историю этих форумов, либо те соглашения, которые на них заключаются, хотя бы некоторые. Примерно, по вашим прикидкам, по вашим оценкам, сколько времени проходит от идей, которая прозвучала на форуме, до ее реализации? Ну, это в зависимости от проекта, может год быть, а может и на 20 лет этот проект растянуться. Промышленный парк Хотелось бы еще вспомнить промышленный парк, который сейчас строится недалеко от авиационного завода, потому что, так или иначе, это тоже один из отголосков форумов экономических. Что вам сейчас о нем известно, на какой он стадии и для чего этот промышленный парк нужен Республике Бурятия? Ну, это одна из точек роста, как бы, новой экономики. На свободной площади авиационного завода было создано, в принципе, было два года назад 11 резидентов, сейчас уже 13 резидентов, еще есть места, то есть люди могут приходить и открывать свои предприятия, связанные с производством именно. Ну, одного такого промышленного парка, я считаю, недостаточно. Вот, у нас же вот есть, допустим, рядом там завод, да, недалеко от авиационного, Улан-Удэ, Стальмост. Рядом, допустим, там вот, получается, поселок Матросово, полигон, вот, ситуация социально-экономическая там не очень такая благополучная, да. Вот там бы неплохо было бы такой промышленный парк создать. Ну, это же не значит, что с появлением промпарка, допустим, в поселке Матросово жители поселка пойдут работать на промпарк? А почему нет? Это даст развитие вообще этим поселкам, вот, там есть площади, завод был раньше загружен при советской власти на 10 тысяч, да, человек, сейчас на 500 человек. Есть свободные площади, почему бы там еще промышленный парк не создать, вот, возле полигона и Матросово, ну, на Улан-Удэ, Стальмост. И вообще, как бы, республика должна становиться таким большим, единым промышленным парком на основе, вот, десятков промышленных парков. Тогда будет действительно экономический эффект для экономики республики Бурятия. Без промпарков возможно ли развитие? И вообще в чем заключается фишка промпарка? Фишка заключается в том, что эти промпарки именно развивают производство. А производство, значит, сейчас развивать, вы знаете, очень трудно. В основном все у нас в торговле, в услугах, вот, ну, это тоже один, как бы, из моментов рыночной экономики. Вот, производство именно, вот, хорошо развивается через промпарки. Поэтому за ними большое будущее, и на одном промышленном парке, на авиационном заводе останавливаться не стоит. Время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был кандидат экономических наук, директор представительства регионального финансово-экономического института Евгений Меньшиков. Это была программа «Актуальная тема». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok